Всем привет, привет, привет! Это я со своими старенькими бусиками, которые я вам еще никогда в жизни не представляла, потому что я их делала давно, где-то около года назад, когда у меня еще было очень мало материалов и, в общем-то, много желания что-то сделать. В общем, вот такие бусы. Это комплект из двух бус. Сейчас я вам расскажу, как я их делала. У меня были некоторые, некоторые материалы с собой, которые я привезла с собой совершенно случайно, захватила из Испании некоторые вещи, которые мне пригодились. Вот малюсенькие проставочные бусинки, вот какие-то вот такие несчастные шапочки. Ну, в общем, совсем бедненький был состав, но все-таки что-то с ним можно было сделать. Вот такие вот проставочные ранделики, как они называются, Аврора Бориалис. В общем, был у меня вот такой жемчуг, и я решила себе сделать вот такие бусики. Они еще на леске, тут не было даже еще и близко, у меня тросика. Он у меня был, но в Испании, я имею в виду, здесь в Швеции не было. Вот. Сложились у меня вот такие бусы. Вот. От маленькой к большей. Добавила я черных бусин, добавила я проставочных бусин. У меня была одна бусина вот такая большая. И она у меня стала украшением этого украшения. Да, это искусственный жемчуг, да, тут ничего ценного, да, тут всякая ерунда. Вот. Но эти бусы я носила много и часто. Они мне очень нравились, они мне ко всему подходили. Вот. Они красиво лежат, вот, в вырезе очень хорошо они смотрятся. И с ним же я сделала вот такие простенькие бусики, которые я тоже надеваю, когда ношу. Я ношу их вместе, вот надеваю, либо вот так, то есть они получаются такие пятирядные, либо делаю, либо делаю вот здесь вот такой вот узелок небольшой. Как же я его там делала? Как-то вот так. Ой. Ну да. В общем, вот так я завязываю небольшой узелок и ношу их вот так еще и с узелком. Тоже очень неплохо получается. Значит, бусины вот эти вот, я даже не знаю, откуда я их взяла. Где-то у меня валялись вот эти черные бусины, а вот эти бусины плоские, которые я нанизывала, они не черные, они смотрятся черными, но если посмотреть на них на просвет, они темно-темно-темно-темно-бордовые. И знаете, где я их взяла? А я сшила тильд, или тильды, тюльпаны. И мне нужны были листики. И я в секонд-хенде покупала занавесочки из лена. И вот представьте себе, вот эти занавесочки были украшены черным бистером и вот этими бусинами. Я все это отпорола и сшила себе, ой, сшила и сделала себе вот такие бусы. Здесь чередуется большая-маленькая, большая-маленькая, большая. Вот. А потом чередуется маленькая-большая, маленькая-большая, маленькая-большая. Вот два раза так, два раза так. Между ними стоят бусины. Вот. Вот. Крайние бусины плоские. Потом вот у нас идет чередование. Две одинаковых черных и между ними одна маленькая черная. Следующая идет точно так же. Видите, леска растянулась. Я их нанизывала на леску и теперь вот есть. Вот почему нельзя нанизывать бусы на леску. А вот поэтому, потому что леска растягивается. Здесь вот такой шаг. Но вот бусы длинные. Я их иногда и просто так ношу. Их до сих пор, кстати, могу надеть. Они мне нравятся. Они не белые. Они такого какого-то желтовато-молочного цвета. Такого ванильного цвета. Здесь белые только вот, ну, более-менее белые. Это вот эти бусины. Хотя смотрятся серыми. По сравнению с остальными. Ну, в общем, вот такие бусы. Так что у меня сюда пошло все, 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 что было на тот момент. Ну, и вот такие получились. Вот такой получился комплект. Сейчас, конечно, не ношу. Могу надеть, но редко. Чтобы я хотела, допустим, с ним выйти. Вот прям, вот прям как сделаешь бусы. Очень хочется в них выйти. Такого нет. Такого нет. Ну, в общем, вот такие бусы. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем огромное спасибо за поддержку. Поддержите, пожалуйста, мой канал лайками, дизлайками, комментариями. Ну, хоть смайлик какой-то в комментарии напишите. Ну, пожалуйста. Я же вижу, ну, каких-то хоть 20 человек из моих 140 подписчиков смотрят перед меня. Ну, хоть как-то отреагируйте. Ну, не знаю. Подписывайтесь, конечно. Это очень обидно иметь почти 400 видео. И всего-навсего 140 подписчиков. Даже меньше 150 человек. Если вам не нравится, напишите, что вам не нравится. Может быть, я что-то делаю не так. Давайте будем как-то улучшать. Я же не знаю. Я вот делаю, как делаю. Вот как по наитию. Но вот, может быть, кому-то не нравится такое видео в таком формате. Может быть, кто хочет чего-то нового. Подайте какие-то идеи. Я ведь не мастер. Я мастер в рукоделии. Это то, что мне нравится. Это чем я занимаюсь всю жизнь. А канал это делает для меня новое. И неизведанное. Подскажите мне. Ну, в общем, всем всего самого-самого наилучшего. Огромное спасибо. И до следующей встречи. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok